Приморская делегация во главе с губернатором Олегом Кожемяка завершает визит в Китай. Стороны договорились приложить совместные усилия для восстановления безвизового режима для туристических групп, увеличение времени работы автомобильных пунктов пропуска, увеличение товарооборота между приграничными провинциями и Приморьем. В ближайшее время в Хэлудзян направят большую делегацию представителей приморского бизнеса. Ну, первое, это, конечно, режим пропусков. Китайские партнеры готовы к тому, чтобы увеличить и время работы погранпереходов и до четырех часов круглосуточно. Здесь необходимо нашим таможенным, пограничным службам посмотреть штаты, посмотреть свои возможности. Поэтому по возвращению, исходя из готовности китайской стороны, мы сейчас эту работу организуем, что, безусловно, имеет большое значение для Приморского края, для тех грузопотребителей, экспортеров. Кроме того, конечно, сейчас необходимо работать и китайская сторона готова к, скажем, созданию условий для безвизовых туристических групп. Безвизовый групповой туризм дать возможность и российским туристам, и китайским туристам более свободно перемещаться. Ну, кроме того, конечно, это работа, связанная с расширением возможностей по торговле. И китайская сторона заинтересована. То, что касается лесопереработки, то и китайская сторона заинтересована, и наши лесопромышленники заинтересованы в глубокой переработке в силу того, что экспорт круглой ДВС облагается большими таможенными пошлинами. И здесь мы также представим те компании, которые готовы привлечь китайский капитал для того, чтобы, выпуская глубокую продукцию, поставлять его сюда, на рынок. Нам сейчас нужно все это отрабатывать, отрабатывать непосредственно и с нашей стороны, компаниям, которые производят ту или иную продукцию. Вот. Ну, отношения и, как говорится, дорога открыта, поэтому нужно сейчас уже планомерно работать по реализации на практике наших достигнутых соглашений.